Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию Коринфянам, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем читать вторую главу этого послания. И главная тема сегодняшней беседы о душевном и духовном. Содержание второй главы. Апостол продолжает развивать свои аргументы. Первое. Напоминает Коринфянам о той простоте, в которой он возвещал им Евангелие. Второе. И в то же время показывает, что передал им сокровище такой чистейшей и высочайшей мудрости, превосходящей все достижения образованных умов, что она никогда бы не смогла, эта премудрость, прийти на сердце человека. И мы читаем с первого по третий стих второй главы первого послания Коринфянам. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Блаженной памяти отец Даниил Сысоев пишет. «Заметьте, как апостол здесь говорит, «Я, когда проповедовал вам, боялся ужасно. У меня страх был, я дрожал, когда шел проповедовать вам. И слово мое поэтому было слабое». Слабое, то есть от волнения. То есть «я не выстраивал красивых речей, это в спокойной обстановке», продолжает отец Даниил, «можно университетскую лекцию подготовить. А если человеку в любой момент смерть угрожает, тогда не до ораторского искусства, какая уж тут лекция». Вот как об этом говорит святой Иоанн Златоуст. Здесь отец Даниил цитирует Златоуста. «Что это? Неужели и Павел боялся опасностей? Да, боялся и сильно боялся. Ведь он был хотя и Павел, а все же человек». Конец цитаты. Отец Даниил продолжает. «Но в том-то и явилась сила Божия, что благодаря проповеди дрожащего слабого человека обратились народы». В памятнике I-II века «Житие святой Феклы» рассказывается, что когда святая впервые увидела апостола Павла, она удивилась и возмутилась. Маленький такой еврейчик с длинным носом, точно таким изображается он на иконах, со своеобразным еврейским носом, залысинами, кривоватыми ногами, красными глазами. Почему у него были красные глаза? «Ярчайшее сияние, осветившее узревшего его Павла, ослепило. Однако после принятия крещения зрение восстановилось, но глаза у него так и остались красными». Говорил он очень быстро, двигался шустро. У него, говорят, туника вроде нашего подрясника была вся поношенная, заштопанная, да и мантия тоже совершенно неказистый человек. Но когда он начинал говорить, его речь очаровывала людей. Как говорится в «Житие святой Феклы», речь апостола была как некая небесная песня, «переполненная явлениями Духа и силы», то есть это была речь Святаго Духа, «внешнее не соответствовало внутреннему». Конец цитаты. И действительно, святитель Иоанн Золтауст, который признавал, что Павел пребывал в страхе и трепете, он же называет Павла арфой Духа Святаго. И апостол Павел далее пишет, «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Архиепископ Аверкий Таушев пишет, «В доказательство той же мысли о простоте евангельской проповеди чуждой обольщения красотой внешнего построения речи и внешней мудрости языческих философов, но сильной, только содержащейся в ней истины, святой апостол во второй главе вспоминает, как он приходил в Коринф в смиренном виде, с простым словом, а распятым, чтобы уверовавшие коринфяне ничем не были обязаны мудрости человеческой, но лишь Богу. «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Аверкий продолжает. Для более совершенных по вере потом открывается ведение истинной премудрости, премудрости Божьей, превосходящей, всякое разумение человеческое и недосягаемой мудрецам мира сего. Павел пишет далее, 6 по 8 стих. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Действительно, мудрость этого мира очень относительна. Например, если говорить о науке любого периода существования людей, то это очень зыбкая среда. Любое новое открытие в науке в той или иной степени опровергает все то, что было известно до этого. И с каким же скептицизмом современный ученый смотрит на то, какие научные взгляды были даже 50 лет назад, я уж не говорю 100-200. Если говорить о мире политики, то каждый политик, который дорывается до власти, он начинает сравнивать свое правление с предшественниками и всячески уничижает их. А это значит, что в свое время придет другой правитель, и он будет смеяться и иронизировать над правлением настоящего правителя. Ефрем Сирин пишет, «О мудрости мы говорим не с детьми, но с совершенными, и о мудрости не сего века, и не начальника всех времен, кое должны быть упразднены». То есть мы говорим о мудрости с теми, которые, приняв ее, вечно пребудут в этой мудрости божественной Софии. Но мы не обращаемся к людям этого мира, к этой мирской мудрости, приходящей, к этим начальникам, правителям, которые скептически относятся к проповеди Евангелия. И Ефрем Сирин резюмирует, кое должны быть упразднены. Наука обесценивается временем, сокрушается новыми открытиями, правление оканчивается следующим правлением, которое вытирает ноги от предшествующих правителей. Святитель Анзалтаус пишет, «Для больных глазами мрак кажется лучше света». Потому они любят находиться более в темных жилищах, тоже произошло и с духовной премудростью. Премудрость Божия язычникам казалась безумием, а их мудрость, которая действительно есть безумие, почиталась ими мудростью. Так и внешняя мудрость была бы мудростью, если бы приняла Духа, то есть Духа Божия. Но так как она все присвояла себе и думала, что не имеет нужды высшей помощи, то сделалась безумием, хотя и казалась мудростью. Действительно, если мы посмотрим образ жизни многих великих ученых, мыслителей древности, то мы начинаем ужасаться. Например, Платон, как бы вершина греческой философии наряду с Аристотелем, кстати, и Аристотель, они считали, что, например, педрастия – это очень удобное обстоятельство для выстраивания доверительных отношений между учениками и учителями. Они смотрели на рабов, как на вещь, и очень сомневались по поводу того, если у женщины душа. Апостол Павел пишет далее. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Здесь он рассуждает о том, что когда мы входим в мир божественного откровения, мы переживаем такой внутренний восторг по поводу чистоты этой мудрости, по поводу ее неземного происхождения. И здесь Павел цитирует пророка Исаии, «Не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». И 10 стих. «А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божии». «Если не видел того глаз, не слышало того уха, не приходило то на сердце человеку, но как же радость будущей жизни, блаженство которой будет состоять в возрастании познания божественного совершенства, открывается нам Духом Святым. Духом Святым совершаются все таинства Церкви. Совершителем является сам Христос». Когда мы вкушаем таинство Церкви, мы переживаем вот эту неизреченную радость, то, чего не видел глаз, не слышало уха, что никогда не приходило на сердце, человеку. Когда человека крестят, когда человек, совершивший грех, идет на исповедь и получает отпущение грехов, когда человек причащается тело и крови Иисуса Христа. Мы буквально вкушаем эту истину, как некую пищу, когда его кровь и его тело входят в нас в Таинстве Святого Причастия. Как древним пророкам было сказано, «Возьми свиток и съешь его!» И когда они ели, они переживали необычные чувства для себя, мы вкушаем саму истину. Истина в христианском понимании, «Высшая премудрость, София – это Христос, который есть истина и путь для каждого из нас». Для нас истина – это не концепция, для христиан истина – это воплощенный Сын Божий. И когда Понтий Пилат с неким скептицизмом, обращаясь к плотнику из Назарета, спрашивает, что есть истина, Христос молчит, потому что ответом является сам факт его Христа существования. Он есть истина. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Святитель Григорий Богослов пишет, «А Духе засвидетельствовано, что Он все проницает и глубины Божии не потому, что не знает, но потому, что увеселяется созерцание». О чем здесь рассуждает святитель Григорий. «Духу Святому ему не надо проницать, погружаться в некие глубины. Он, как вездесущий, объемлет все. Но для него радость и увеселение всякий раз созерцать, когда премудрость Божия достигает сердец верующих людей. Как и сказано, любовь Божия излилась в сердца ваши, Духом Святым». И далее, одиннадцатый стих, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Действительно, это непостижимая тайна, никто не может проникнуть во внутренний мир каждого из нас, кроме Духа Божия. потому что Дух Божий все проницает, и даже глубины Божия, ни демон, ни ангел, ни архангел, ни сатана, они не могут считывать наши мысли, внутренние движения. Они по внешним нашим деяниям определяют приблизительно, что с нами происходит, но при этом они знают, как пишет Златоуст, что человек может исправиться во мгновение ока. И когда мы причащаемся телой крови Иисуса Христа и выходим из храма, как учат отцы церкви, для демонов и бесов мы как грозно рычащий лев, и они в ужасе и свизгом разбегаются от нас в стороны. И Павел восклицает, 12 стих, «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». Действительно, Дух Божий проницает глубины жизни каждого из нас. Он проницает сердце каждого человека, живущего на земле. Он знает замысел Бога, ибо все, что имеет Дух Святой, имеет и Бог Отец, и все, что имеет Сын, присутствует и в Духе Святом. И Христос говорил, что в этом преимущество. Он говорил, «Я иду к Отцу, я умолю Отца и пошлю вам Духа Святаго, Который научит и наставит вас на всякую правду, и напомнит все слова, которые я говорил вам». Почему Христос видел в этом преимущество? Потому что, живя в оплоте, среди людей, Он как бы в смысле видимости Своего служения был ограничен пространственно. Помните, Закхей искал видеть Иисуса, но не мог видеть, потому что был мало ростом, и он залез на смоковницу. Дух Святой дышит, где хочет, и голос его слышишь, а откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Тринадцатый стих. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным». Ефрем Сирин пишет, «Не только дела наши духовны, но также и то, что проповедуем, не есть ученая мудрость человеческая, но учение Духа по элику через духовные дела проповедуем вам, и с духовными наш Дух сравниваем, то есть говорим вам, кое говорите, то есть уже говорите на языке Духа». Сказано в Писании, «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». И если ты веришь в Иисуса из Назарета, в плотника из Назарета, как своего Господа и Спасителя, это значит, что Дух Святой уже прикоснулся твоего сердца. Когда апостол Петр в Кесарии Филипповой исповедовал Христа Сыном Божьим, то есть Богом, и Мессией, Христос сказал ему, «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой Небесный». И когда мы исповедуем Христа Богом и Мессией, это значит, что сам Бог Отец, от которого исходит Дух, прикоснулся к нам действием Духа Святаго и открыл нам эту истину. Профессор Десницкий обращает внимание на эти слова, соображая духовное с духовным. Греческое значение слов сравнивать, сопоставлять, разъяснять, интерпретировать. О чем это? Мы не просто соображаем что-либо, мы сравниваем один текст с другим, сопоставляем, смотрим объяснения Отцов Церкви, разъясняем и интерпретируем, то есть облекаем в понятные и доступные формы. Таким образом, слово соображая, духовное с духовным, вот это слово соображая, это имеется в виду некий процесс, в каком обличии, в какой форме истина Божия доходит до нас. Очень важно, когда мы не повреждаем истину Божию, а даем ее в том виде, в каком действиям Духа Святаго, до нас доходят сами книги Священного Писания, книги Ветхого и Нового Завета и экзегеза Отцов Церкви. 14 стих апостол Павел пишет, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому, что он почитает это безумием и не может разуметь, потому, что о сем надобно судить духовно». Что значит судить духовно и что значит судить недуховно? В свое время Людвиг Фейрбах, это известный безбожник, атеист, богохульник, он написал в своей истории философии, что рассуждения о том, есть Бог или нет, они не столь ценные, не столь существенные. Более важное рассуждение это есть в желудке пища или нет. То есть мудрость плотская, когда человек воспринимает все некими физиологическими процессами, которые обнаруживает в своем теле и все направляет к реализации этих процессов. А есть человек, который понимает, что наша жизнь не ограничена этой земной временной жизнью, и однажды мы расстанемся с этим телом, и наш дух воспарит вечность, духовный это тот, который через материальную телесность плотянной жизни созерцает главное, как Христос сказал, царствие Божие внутрь вас есть. И апостол Павел пишет, но духовный судит о всем, о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Действительно, тот, кто мыслит и действует, отталкиваясь от интереса желудка или собственных чресел, это одна ситуация. А тот, кто просвещен Духом Святым, просвещается Духом Святым, имеет целью не только благо в этой жизни, но и вечный будущий, уже сейчас, живя на земле, в духе, посажен на небесах, одесную Бога Отца во Христе Сыне Божьем, что и позволяет апостолу Павлу прямо сказать, что во Христе Иисусе мы уже посажены на небесах. Надо иметь ум Христов, Павел восклицает, а мы имеем ум Христов. Нигде не сказано, что надо иметь личную веру, о чем часто говорят протестанты. В противоположность этому сказано, имейте веру Божию, нигде не сказано, что наши чувства представляют какую-то ценность, потому что чувственный аппарат, как я часто объясняю, в результате грехопадения был разрушен сам ужасным образом. Сказано, имейте чувствование Христовы, не надо гоняться за человеческой мудростью, которая переменчива, и, как я уже сказал, это очень зыбкая почва, сказано, а мы имеем ум Христов. И вы посещаете этот библейский портал для того, чтобы возрастать в познании Бога Отца и Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа. Ибо, как сказано в послании к римлянам, те, которые не заботились иметь Бога в разуме, Бог предал их превратному уму. Итак, сегодня мы завершаем чтение и изучение еще одной главы, второй главы первого послания к Коринфянам первого Верховного апостола Павла. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать и просматривать третью главу этого послания. Подписывайтесь на библейский портал Экзагет, чтобы вам вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. отец. Отечея. 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 Продолжение следует...